Девушки отдыхают Это имеется в виду объем всех проданных на территории товаров И получается, что в шести муниципалитетах этот порог сеть превысила А это значит, что конкурентов у желтой торговой сети в регионе, в общем-то, нет Это про уровень развития потребительского рынка Здравствуйте, это экономика симптома Никаких сухих цифр и новостей без контекста Только самое показательное и действительно влияющее на нашу жизнь Главные экономические тренды недели прямо сейчас В крае продолжает расти ипотека Как сообщили в Барнаульском отделении Центробанка За три месяца 2018 года в регионе выдано почти на 7 миллиардов рублей жилищных кредитов Это в два раза больше, чем в это же время в 2017 году Хотя, как мы помним, тогда объемы тоже росли Так вот, в этом году банки выдали уже больше 5000 ипотек Это в штуках, значит, более 5000 квартир было продано И дело в том, что за год ставки по жилищным кредитам снизились В среднем с 12, это 9,7% Посмотрим, к чему это все приведет Но пока, отмечает Центробанк, 98,7% кредитов погашаются без просрочек Власти края решили увеличить турпоток на Бирюзовую Катунь Этим летом решено отменить плату за въезд на территорию особой экономической зоны Ранее она составляла от 100 рублей Решение показательное, ведь резиденты Бирюзовой часто говорят о низкой заполняемости гостиниц И недостаточном для работы в плюс турпотоке Зимой заведение и вовсе приходится закрывать Хотя ранее турзону позиционировали как круглогодичную Да и сама турзона показывает только убытки А в 2016 году они и вовсе выросли до 63,5 миллионов рублей в год Тут обязательно проследим, даст ли отмена платы за въезд То есть потеря доходов экономический эффект Властью Рубцовска оценили эффективность реализации местных программ И за что им спасибо обнародовали результаты Выяснилось, что программа повышения безопасности дорожного движения Эффективна лишь на 50% Повышение безопасности жизнедеятельности только на 37% А развитие городостроительства и дорожного хозяйства тоже лишь на 50% Хорошо, что это признали Только вот интересно, будут ли сделаны выводы и повышены показатели Все-таки на это тратятся бюджетные средства Опять же, будем следить А теперь традиционный разбор одного экономического явления Подошла свежая статистика о численности работников по разным сферам Алтайского края За три месяца 2018 года Мы сравнили данные с этим же периодом 2017 И по некоторым показателям увидели очень любопытные вещи В частности, выяснилось, куда же у нас пропадают врачи и работники образования Вот и расскажем Сама численность работников разных сфер в целом почти не изменилась 608 779 человек заняты Средняя зарплата в Алтайском крае на март 2018 Это последнее данное составило более 24 тысяч рублей Почти на 2,5 тысячи рост По сравнению с мартом 2017 В регионе стало меньше работников образования Возможно, сократили из-за необходимости повысить минимальный размер оплаты труда Врачей и медперсонала тоже стало меньше, наверное, по этой же причине В целом, по этим двум сферам стало на 8300 человек меньше занятых Существенное сокращение Потеряло за год и сельское хозяйство почти 5000 человек Видимо, из-за низких цен на зерно и убытков агробизнеса Но в каких сферах больше всего сотрудников прибыло? В торговле около 9 тысяч новых работников И в производстве свыше 5000 новых кадров Возможно, именно туда и ушли бывшие врачи и учителя Но мы можем это только предполагать А закончить в этот раз хотелось бы не словами, а цифрой Владельцы Барнаульской сети фитнес-клубов Одно из заведений, которое находится в закрытом Из-за нарушений пожарной безопасности торговом центре Гулливер Рассказали, сколько в рублях они потеряли из-за этого вынужденного простоя Закрыт торговый центр с 27 апреля А цифру потерь бизнесмены сообщили на 15 мая То есть за 20 дней 6 миллионов рублей И это только один фитнес-клуб И только за 20 дней А закрытыми, напомню, стоят Барнаульские торговые центры Гулливер Парк Район Арена Россия И Праздничный Увидимся через неделю Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова